Демонтаж Воронежской атомной станции и теплоснабжение снова откладывается на неопределенный срок. Очередной аукцион, на котором должен определиться подрядчик, который смог бы ликвидировать объект, провалился. А это значит, что у сторонников идеи сохранить атомный недострой в качестве арт-объекта или памятника ушедшей эпохи, крепнет надежда, что тепловая атомная станция все-таки устоит. Самый грандиозный воронежский недострой спустя 30 лет выглядит не только величественно, но и загадочно, привлекая многочисленных сталкеров, диггеров и просто туристов. Решение ликвидировать станцию они восприняли с сожалением. Ежегодное содержание недостроенного объекта обходится в 40 миллионов рублей. ВАЗ начали возводить в 1983-м, заморозили проект в 1990-м. Демонтаж этого объекта оценили в 1 миллиард рублей. Впрочем, разрушить атомную станцию оказалось непросто из-за того, что это некому сделать. Первый аукцион на поиск подрядчика провалился. Результаты очередных торгов появились на сайте госзакупок 26 августа. Заявки на участие в аукционе подавали 8 организаций. Однако «Росэнергоатом» подходящего кандидата среди них не разглядел. Повторную дату аукциона пока не называют. Полностью снести станцию планировали в конце 2021-го за 1 миллиард рублей. Елена Цветкова, Сергей Пеляев, 41 канал.